Я сильно волнуюсь, буквально через несколько минут у меня появится новый друг. Пока я о нем практически ничего не знаю. Но думаю, ситуация сейчас в корне поменяется, и мы проведем время очень хорошо. Привет! Меня зовут Оля. Артем. Очень приятно. Все, поехали? Готов? Хорошо будем проводить время. Мой новый друг Артем. Ему 11 лет. По голосу я поняла, что парень сильно волнуется, но виду старается не подавать. Я решила устроить ему сюрприз. Встречу с сестренкой, которая отдыхает в летнем лагере. Путь нам предстоит не близкий. И по дороге я постараюсь подружиться с Артемом. Если погода будет хорошая, там можно покататься будет на катамаранах и на квадроциклах. Ну, в общем, не будем загадывать. Давай доедем, посмотрим, да? По настроению. Прибыв на место, мы отправились присматривать площадку для пикника. А в это время к нам собиралась Алена, младшая сестра Артема. Ну, поедем. И уйдем к Артему. А он там? Там уже, да. Готовит для тебя встречу. Привет! Здравствуйте! Как доехала? Хорошо. Ты Алена, да? А я Оля. А мы с Артемом уже на катамаранах покатались, успели, пока вы ехали. И ягодок мы собирали. Это брусника, костиника. А что у тебя там где? Шиповник? Шиповник есть. Сейчас пойдем заварим чай с натуральными ягодками, да? Сначала чаю попьем, а потом пойдем кататься на чем-нибудь. Ну, пойдемте. Выпив чаю, мы начали готовиться к пикнику. Кто понесет фото, брат? Ну, на шею. Ага. Алене 8 лет, но она оказалась не по возрасту серьезной и рассудительной девочкой. Мы быстро и дружно распределили обязанности, собрали все необходимое и отправились на берег озера. Погода была переменчива, поэтому мы постарались насладиться каждой солнечной минутой. Для пикника выбрали уютную беседку. По моей задумке, мы должны приготовить шаурмо. Но тут я поняла. Лаваш где-то потерялся по дороге. В итоге мы решили, что летний салат и курица ничем не хуже шаурмы. И с энтузиазмом начали кулинарить. Сейчас я буду делать. Хвостики тогда только надо отрезать. Так, смотри. Аккуратнее. Пока Артем воевал с помидором, Алена внимательно следила за каждым его движением и терпеливо ждала. И вот уже Артем стал наставником. Может, он сюда вот ставишь? И не дави. А просто вот так вот потихонечку и пальцем туда. Понятно? Хорошо. Все. Что за меня? Нет. Нет. В правую руку. Вот прямо. И вот так вот. Да, правильно. Все. Молодец. Ну, какие молодцы. Дружно, как у вас все получается. Быстренько перекусив, мы отправились на озеро. Артем и Алена еще ни разу не катались на катамаране, поэтому им не терпелось освоить этот вид водного транспорта. А вот ножки ставь. Ага. И теперь назад педали крутим. Так, на себя. Достаешь? А я не достаюсь. Ну, не достаешь, значит, не крутишь. Отдыхаешь. Водная гладь творит чудеса. Наконец-то мы расслабились. Нас захлестнул шквал эмоций. И мы устроили соревнование, кто быстрее доберется на катамаране до мыса. О, ничего себе, какая у вас скорость. Мы их перегоняем. В итоге победила дружба. Пришвартовались мы одновременно довольные и счастливые. Силы еще остались, погода благоволила. И вот новый заезд. Трое в лодке. По время посадки Артем чуть не отказался от заплыва. Он испугался и сказал, я передумала, я не хочу кататься. Ну, я его убедила в том, что все-таки ты же хотел, значит, надо попробовать. Давай, говорю, далеко не будем отплывать. В итоге мы прокатились в кружочек. Сначала я была на веслах. Потом он поступил как настоящий джентльмен. Он увидел, что я уже устала. А покататься он вошел во вкус, и ему захотелось еще покататься. И он сказал, давайте приплывем к берегу, поменяемся местами. У него хорошо получилось все, и никакого страха, и только положительные эмоции. В чем тебе этот день запомнили? Мне? Что я отдохнула. Отдохнула? Ну, ты же в лагере как отдыхаешь? Да там бегать надо по станции. Мне хочется бегать. А здесь бы ты просто делала то, что ты хотела, да? Искренность и доброта, внимание и забота. Этими качествами наделен каждый из нас. А поделиться душевным теплом с теми, кому это так необходимо, несложно. По вопросам усыновления, опеки, временной передачи в семью Артема и Алены обращайтесь по телефону 258 15 33. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александрова